К началу 1940-х годов население Чувашии составляло около миллиона человек. Получается, на фронт ушел каждый пятый. Женщины, подростки и старики вытянули на своих плечах все народное хозяйство. В 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Война началась летом, а уже к осени женщины научились водить трактора, грузовики, управляться с другой техникой. Надо было убирать урожай. В конце зимы на долю жителей Чувашии выпало очень суровое испытание – строительство оборонительного рубежа. За 14 недель им пришлось вырыть 380 километров противотанковых рвов с огневыми точками, землянками и укрепсооружениями. Это при том, что температура опускалась порой до минус 42 градусов. Мерзли, мерзли. Знаете, как было трудно копать. Один слой снимаем за весь день. Мерзла земля, снимаем, кончаем работы, утром приходим, а это замерзла земля опять на толщину лопаты. Ни разу за 4 военных года колхозники Чувашии не сорвали выполнение плана. Только в фонд обороны было сдано свыше миллиона пудов зерна. Более 170 миллионов рублей собрано на строительство боевой техники. Тысячи голов скота брали на откорм ежегодно, чтобы отправить на фронт и в освобожденные районы. О себе приходилось отказывать во всем. У нас поросенка держали с осени. Так, баночкой маму все носил ее. Ну, уже в марте месяце приехали, и этого поросенка, килограммами 50 он вырос. И увезли за место. Тысячи граждан, эвакуированных из прифронтовой полосы, приняла Чуваша. Десятки предприятий из Белоруссии и Украины были переведены в нашу республику. И уже осенью 41-го начали выпуск продукции. Основной рабочей силой на них были вчерашние школьницы, за 4 военных года превратившиеся в передовиков производства. Трудное время было, конечно, голодно, холодно. Я даже от голода однажды текла, распухла все. Но вот эти вот люди, которые приехали, привезли этот завод, Хернс, это были прекрасные люди. Даже трудно говорить. Не дали погибнуть. 17 госпиталей разместились в годы войны на территории Чуваши. В Канаше санитарные поезда оставляли самых тяжелых раненых, которых невозможно было вести дальше. Всего в республике пролечились более 72 тысяч человек. И 70% удалось вернуть в строй. Была, конечно, очень такая тяжелая и кропотливая работа, потому что не хватало хирургов, приходилось учиться делать операции. То есть и стоматологи, и терапевты, они все вставали к операционным столам и учились делать операции. В июне 1945 года Чуваша отмечала 25-летие с момента образования. И это был первый праздник после 4-х лет тревог, горя, тяжелого труда и лишений. Это было возвращение к жизни. Народный праздник совпал с днями победы над фашистской Германией. Ликует чувашский народ. Поэтому в праздничных национальных нарядах женщины и девушки.